Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о правилах обработки растений. Вот такой опрыскиватель, наверное, знаком большинству наших зрителей. Конечно, сейчас существуют продвинутые современные опрыскиватели, электрические какие-то там еще, туманообразующие, но все-таки большинство из нас пользуются именно такими. И давайте поговорим о том, как правильно его использовать и как правильно вносить препараты. Первый вопрос, который всегда встает, это сколько необходимо препарата на определенную площадь. Если вы используете стандартные препараты из промышленной упаковки, в этом случае на упаковке всегда будет написан расход препарата. В среднем считается, что количество раствора, которое необходимо внести, это 300 литров на гектар, что составляет всего лишь 3 литра на 1 сотку. Это совсем немного, иногда может показаться, что на растение вовсе ничего и не попало. Попробуйте, зарядите 3 литра, обозначьте сотку на газоне, еще там где-то на картофеле, и постарайтесь внести это количество. Кажется, на листьях ничего и нет. Однако же концентрации растворов подбираются именно таким образом, чтобы обеспечить баланс между эффективностью и отсутствием фитотоксического эффекта, а также накопление вредных веществ в растениях. Поэтому перерасход препаратов, а также их недостаток является очень плохим фактором, который не будет обеспечивать должной мере обработку растений. Особенно это касается гербицидных препаратов, потому что недостаточное внесение гербицидов приведет к тому, что сорняки не погибнут, а перерасход препарата к потерям в вашем кошельке. Как бы там ни было, нужно набить руку, наловчиться, чтобы понимать, как правильно вносить препарат. Существует несколько факторов, влияющих на эффективность внесения препарата. Это, во-первых, чистый опрыскиватель. Многие препараты, такие как бордоская жидкость, азофос, другие, которые в своем составе имеют твердые частички, имеют склонность откладываться в узлах опрыскивателя, тем самым забивая его и подавая неправильное количество препарата, уменьшая количество препарата. И вы вносите его в неправильной дозе. Во всех наших рецептах мы преимущественно, за исключением, может быть, коллоидной серы, используем жидкие препараты, хорошо растворимые, которые не забивают опрыскиватель. Если есть риски забития опрыскивателя, например, вы используете сыворотку, еще что-то такое с частичками молочного белка, мы рекомендуем либо профильтровать, но в любом случае после каждого препарата необходимо опрыскиватель как следует промыть. Вторым фактором является правильная регулировка. Правильная регулировка подразумевает как правильное давление, то есть опрыскиватель должен быть практически на максимуме своего давления, для того, чтобы выдавать вот это количество препарата необходимой интенсивности и разбивать жидкость на капельки необходимого размера. И второе, вот эта вот часть в опрыскивателе, она регулируется больше-меньше. Поэтому старайтесь делать так, чтобы у вас не было капель, чтобы у вас не было струй, чтобы препарат распылялся тонким таким туманом. Конечно же, необходимо избегать ветреной погоды, потому что в случае ветра вы получите не только снос препарата на нецелевые растения, особенно это опасно в случае внесения гербицидов, но также и нехватку препарата в зоне обработки растений. Даже если есть небольшой ветерок, старайтесь вот не так, как я сейчас стою в подветренной стороне, и одно-то, слава богу, просто раствор такой безобидный, и он на меня сносится, а стойте так, чтобы эти брызги на вас не попадали. Особенно это касается, когда вы обрабатываете высокие деревья и так далее. Используйте очки, используйте респиратор, используйте различные средства индивидуальной защиты. Итак, те рецепты, которые мы вам рекомендуем, то есть которые являются нестандартными, нетривиальными, они все рассчитываются нами из расчета 300 литров на 1 гектар. Не бойтесь, что это маленькое количество, препарат все равно будет эффективен. Не допускайте крупных капель стекания препарата, и уж тем более не обрабатывайте растения под прямыми лучами солнца. Делайте такие обработки либо в утренние, либо, что еще лучше, летом, в вечернее время, для того, чтобы препарат быстро не испарялся и проработал как можно дольше. Есть это системный препарат, фитостимулирующий, чтобы он всосался в листья как можно лучше и полнее. У меня есть в конце нашего выпуска небольшая маленькая хитрость, как визуализировать раствор, когда это белый прозрачный, вернее, раствор, как вода. Он не всегда в полной мере визуализируется, и вам кажется, что листья совершенно не содержат никакого препарата. Так вот, добавляйте в каждое опрыскивание количество гуматов в соответствии с инструкцией для этого препарата. Как правило, в конечной концентрации гуминовые препараты являются все еще достаточно коричневыми, чтобы лучше визуализировать нанесение препарата на листву, на растение. Тогда вы лучше, более явно видите, сколько препарата вы внесли. И у вас нет ложного ощущения, что препарат внесен в недостаточном количестве или там ничего практически не попало. Не бойтесь, что эти гуматы будут вноситься в избыточном количестве, ведь они не будут вноситься в почву, таким образом они не будут связывать ценные элементы для питания растений, в случае, если они вносятся туда в очевидном избытке. А на поверхности листьев они лишь будут служить филатирующими агентами, проводниками микроэлементов, если вы делаете подобного рода подкормки, а также будут выполнять те роста и фитостимулирующие функции, которые мы на них и возлагаем. Что ж, на этом я заканчиваю свой выпуск. Желаю вам быть здоровыми, желаю, чтобы растения ваши не болели, были здоровыми и вас радовали. Не забывайте подписываться на наш канал, для того, чтобы не пропустить важные и выпуски. С нами интересно. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok